Здравствуйте, любители L2R! Тех, кто меня давно знает, наверное, в курсе, что я играю далеко не в 1 Lineage 2, а в принципе большинство игр разных, и старых, и новых, и современных. Но также я параллельно еще интересуюсь игровой индустрией и смотрю там в том числе и разных популярных ютуберов, которые делают всякие обзоры и прочее. У нас уже, как вы по названию видео догадались, есть довольно популярные ребята iXBT Games. Сейчас стало модно подмазываться к их славе, делать всякие разоблачения. Мне до этого дела нет никакого дела, тут автологии, извиняюсь, но мне как-то похуй. Я подмазываться собираюсь, разоблачать я не собираюсь. В целом меня к ребятам абсолютно положительное, я к ним положительно расположен, то есть мне нравится, как они ведут свои шоу, передачи, претензий к ним нет вообще. Но вот в одном из последних видео, видео в основном это новостное, обзорное, они выкладывают, делают описание новости некой, которая в принципе после этой новости они начали свое рассуждение, которое меня лично и нас, как мы играем там все в Линейдж, там наше маленькое сообщество, меня вот возмутило до глубины души. Давайте я вам сейчас включу этот фрагмент видео. О боже мой, россиянка украла полмиллиона рублей у сирот, пенсионеров и почты, чтобы задонатить в онлайн игры. И здесь я процессирую эту новость полностью. В правоохранительные органы поступило заявление от начальника норильского почтамта. Дело в том, что в отделении почты при проверке выявили недостатку наличных, а также обнаружили, что не были осуществлены компенсационные выплаты, полагающиеся лицам, которые занимаются традиционными охотничьим или рыбным промыслом. Не выплачена пенсия и денежные средства на содержание детей-сирот. Стражи порядка вышли на женщину 92-го года рождения, которая в течение двух месяцев вводила в базу информацию о выплатах, которые фактически не были получены гражданами, а затем присваивала деньги себе. Ущерб составил более 74 тысяч рублей. Но также в указанный период она присвоила финансовые средства, принадлежащие отделению связи. Суммой более 415 тысяч рублей похищенные деньги она потратила на онлайн игры. В отношении 32-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело, присвоение или растрата. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Вот что такое игровая зависимость. Если вы делите людей с такой игровой зависимостью, то этим людям в первую очередь нужно оказывать, как мне кажется, медицинскую помощь. Так же, как и... Так, ну в общем, смотрите, в чем суть. Некая женщина в России, работая, ну как бы на почте России, воспользовалась служебным положением, спиздила полляма и потратила их в некую онлайн игру, которая не называется в принципе. Причем на фоне идет у нас Fortnite, как бы, и все на этом. То есть, Fortnite это был, не Fortnite, мы не знаем. Далее начинает рассуждение, что да, это зависимость. Тут я как бы согласен на самом деле тоже, если человек там настолько как бы готов онлайн игры донатить, что он готов пиздить для этого деньги, то есть там не кредит пойти взять, к примеру, а потом аккуратно выплачивать. Ну хотя это тоже уже пиздец, брать кредит, чтобы задонить в игру, там в цифры. Ну это я считаю, как бы тоже полный бред. Вот, тут на самом деле есть очень прекрасная поговорка, как бы там, бери ношу по себе, чтобы не палать при ходьбе. Если ты как бы не готов тратить миллионы там в эти игры, то как бы, ну, не садись, не играй. Вот. Ну давайте мы сейчас послушаем немножко еще тут рассуждение, в принципе, чего весь сербор-то. В случае с другими зависимостями, люди, к сожалению, подсаживаются на эту иглу, начинают швырять деньги в монитор, но денег всегда мало, денег всегда недостаточно. Вы представьте себе игру, куда нужно потратить 500 тысяч рублей, для того, чтобы было еще и мало. Что это за игра? Тим, блядь, да любую корейскую ММО возьми и посмотрите, сколько там люди тратят. Там 500 тысяч, там 500 тысяч долларов можно запросто влить. Там некоторые больше вливали. Ну ладно, это я уже отвлекся. Какая-то мобильная донатная помойка. На, 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 на. Так, у кого еще украсть деньги, чтобы бросить деньги в монитор? Интересно, а компания-создатель этой игры вернет деньги, которые эта барышня похитила у народа? Виталик, она это делала добровольно. Ее никто не заставлял. И вообще все микротранзакции в этих играх казино опциональны. Случайно нажал паузу. Ну вот здесь как бы, да, все логично, все понятно, как я только что уже упоминал, как бы, ну, не можешь, не берись, не готов ты донить конские суммы. Лучше не начинай. Ну, если уж начал, то да, это уже с главой-то давать. Не в порядке, если ты готов там пиздить деньги, брать кредиты, чтобы задонить какую-то помойку донатную. Тут я как бы полностью согласен. Здесь как бы вопросов нет. Ну вот, давайте дальше послушаем. Поэтому, дорогие друзья, будьте бдительны в первую очередь по отношению к себе. Если вы вдруг задонатили в какую-то игру, какую-то игру, которая как бы бесплатна, если вы туда занесли огромную сумму денег, а огромную это цена стоимости самостоятельного игрового продукта, например, свыше двух тысяч, все, остановитесь, ребята. Не надо дальше поощрять этих устроителей онлайновых казино. Пусть они подавятся этими деньгами. Игры должны быть такими, чтобы приносить удовольствие в процессе игры, а не в процессе доната. И эта новость, как и многие другие подобные новости, которые мы регулярно обсуждаем, являются ярчайшими напоминаниями. Ну вот еще раз обратите внимание, то есть какие тут игры нам показывают. То есть там вначале был Fortnite, потом был Genshin, сейчас вот на Diablo 4 перешли. Вот, поэтому тут как бы давайте дальше смотрим. ... о том, что многочисленные киты и дельфины во всяких этих играх казино, это далеко не всегда именно что богатые люди, для которых это лишние деньги. Это могут быть дети, получающие доступ к карточкам родителей. Это могут быть люди типа вот этой вот барышни, которая безостановочно донатила в онлайновые игры, будучи уже взрослой, 32 года, да, вполне себе взрослая. То есть это люди, которые готовы переступить любую черту практически, чтобы задонатить. Я также отмечу, что вокруг подобных игр собираются сообщества, и эти сообщества зачастую очень близки по организации к сектам. Чего, блядь? Что я имею ввиду? Дело в том, что... Кланы. Кланы, гильзии, люди собираются в них играть. То есть вы понимаете, да, суть? То есть, ну, как бы редакторы XBT, для них получается, ну, все это одна помойка, то есть одна херня. Ну, они не разделяют, они нам показывают, сейчас Лидшев Легенд вообще показывают, там еще Overwatch показали, и тут вот они переходят к кланам. Вот, я не знаю, вот смотрите дальше. Поощряют эти кланы, гильзии, типа, ребята, выйдите на первое место, и, естественно, лидеры этих кланов, для того, чтобы победить в какой-то никому не нужной войне, заставляют других людей, ну, ты ж не лох, ну, блин, все занесли, и ты занеси. И вот так они понемножечку, по чуть-чуть, 5 тысяч, 10 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч. То есть, вы понимаете, да? Блядь, ну, я не знаю, меня до сих пор немножко подгорает от этого момента. То есть, получается, вот мы, да, ну, во-первых, наше сообщество, вот, игроков, которые играют, там, Lineage, там, корейский Emo, там, типа, Black Desert и так далее, то есть, где именно вся игра строится вокруг того, что в игре был некий клан, в этом клане были игроки, и эти кланы ведут какие-то войны. То есть, это ориентированная чисто PvP-игра. Блядь, это не Genshin какой-то там сраный, там, не Konkai, Starlayer, где вы, блядь, кидаете деньги, чтобы эти ебучие карточки вытащить, и чтобы потом этой карточкой, блядь, мобов дрючить. Или там Diablo, где вы, Чара, да там в Diablo, кстати, даже доната нет, там, скинчики только, и все. Вы, в принципе, билд так соберете, даже ни копейки не потратите. То есть, понятное дело, что, ну, как бы в ориентированных PvP-играх, естественно, будет решать клан. То есть, это организация, это лидер клана, это, там, офицеры клана, это игроки там какие-то. То есть, это люди, которые могут быть, находиться в игре, там, регулярно. Вот, ну, мне что вам объяснять, там, моим, как бы, зрителям, подписчикам, то есть, вы это прекрасно знаете. То есть, вы играете в этот Lineage, там, кто-то пришел из, там, классической линейки, кто-то начал с Revolution, кто-то, там, потом перешел в, ну, Lineage Mobile, ну, там, смотрит мои видосы, продолжает смотреть. Вот, то есть, ну, суть ясна. Это игроки, ну, как бы, эта игра строится вокруг кланов. Здесь клан, это основополагающее. Ну, блядь, где вы видели клан, чтобы лидеры кланов заставляли донить других людей под какими-то там угрозами. Ну, это же бред полный. Я вот сколько лет играю, такого, в принципе, я кланов таких не знаю. Вот, и получается, тут, как бы, ну, редакторы XBT Game, они приравнивают эту женщину, которая, там, спиздила полмиллиона у Почты России, вот, приравнивают к игрокам, которые, там, действительно, живут, там, это Lineage, то есть, или еще, там, Black Desert или подобным играм. Офицеры этот клан, здесь они тратят реально свое время, причем, вот, люди взрослые, там, бывает, там, по 50 лет этим людям, они состоявшись, они знают, куда они приходят. Для них это, как бы, ну, когда, это, действительно, есть некая, там, иерархия, то есть, он, там, лидер клана, там, есть, там, офицеры клана. Люди тратят свое, ну, время, они организовывают что-то. И чтобы эти игроки сказали какому-то своему мемберу клана, иди, там, задонать 100 тысяч, да, бля, вы охуели, до такого лидера нахуй сразу пошлют просто и скажут, да ты, блядь, кто такой вообще, чтобы, там, мне говорить, чтобы я, там, что-то задонил. Вот. Это, ну, это, как бы, так оно и есть. Любой, ну, как бы, клан-лидер, до таких, клан-лидеров, таких даже мыслей не будет. Обычно, наоборот, вся игра таких, как бы, ну, кланах строится, чтобы помогать подтягивать более слабых игроков. То есть, да, есть какие-то, там, киты, как вот их назвали, ну, мы, там, еблазаврами их называем. Они, да, естественно, тратят свои деньги, причем, как правило, это люди далеко не бедные, это люди, которые не в кредит берут это все. То есть, это люди, которые, там, ну, вы их тоже знаете, то есть, они, там, кочуют из проекта в проект. Бывают, тут люди, там, чуть ли там до уровня олигархов. Ну, дачников вспомните. Вот. И такие люди, как бы, тянут весь клан на себе. То есть, они тратят деньги, они качают своих чаров, чтобы потом этими чарами, там, делать, как бы, ну, контент для остальных игроков. То есть, побеждать на каких-то осадах. Ну, это везде так было, это определяющее. А нам тут рассказывают, что такие люди, типа, своим мембрамм говорят, идите нам копеечку занесите, блин. Ну, задоньте в игру. А если не задоньте, то тебе пошли нахер из клана. Ну, блядь, ну, пиздец, горит до сих пор. ...тисячи заносят для того, чтобы клан на этой неделе оказался в числе, блин, первых. К сожалению, так это все и происходит. Это типичное сектанство. Когда ты заходишь в сект, то тоже все начинается с... Ну, то есть, ребята из XBT, они уверены, что это так и происходит. Ну, блин, ребята, если вы, конечно, когда-нибудь посмотрите мое видео, хотя я сомневаюсь в этом, вот, ну, блин, если вы в этой конкретной теме не разбираетесь, ну, не лезьте в нее, пожалуйста. Зачем вам это надо? Вы сейчас как бы реально кинули камень в огород. Вот эти маленькие, они реально маленькие эти сообщества. Именно тех вот онлайн-игроков в России, там, ну, страны СНГ, которые действительно играют именно вот в эти именно конкретные ММО-игры, которые основаны на именно клановой борьбе, где вот идут, да, вот эти клановые войны, ну, борьба там за замки, за крепость, там, за территорию и так далее. Это очень маленькая комьюнити, там, ну, настолько маленькая, что люди что-то непоименно друг друга знают, там, что-то не в лицо друг друга знают. Вот, но это комьюнити, оно существует, оно есть. И вот вы реально сейчас как бы, ну, плюнули, вот вы в душу все. Вот. Давайте до конца досмотрим. Нет, ребят, это не конкретный пример. Это конкретный пример, где некая женщина, непонятно, куда задонила, может быть, она вот этот Хонкай, там, карточку себе докупила, мы же не знаем этого. Вот. Поэтому говорить, что обобщать абсолютно все, и типа, ребята, ну, не играйте в донатные помойки, ну, это тоже, как бы, бредовая идея, потому что люди приходят в эти игры осознанно, и донатят в них осознанно. Вот. Да, есть, конечно, люди, которые могут там вкинуть в Pay to Win игру там что-то, потому что, естественно, там есть некое тоже казино, и вы можете задонить, ничего не получить, сгореть, как бы, но я вот не видел каких-то реальных примеров, чтобы конкретно вот в этих играх, а я сейчас в постановку подразумеваю, это корейские PvP, ММО игры, вот, я не видел, чтобы там люди, например, в Донил Касарь ничего не получил, и там пошел еще 10 в Донил. Такого я не видел. Обычно люди горели там, да и донить переставали. Потом там постепенно даже из игры уходили. Вот. Поэтому всех обобщать это в корне неверно. Воспользовались тебя, выбросили. Вот примерно как это случилось с этой бедной женщиной. Это конкретный пример лудомании, не повторяйте ее ошибок. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Ну, в общем, суть ясна. Ну, мне тут как-то даже добавить особо нечего. Вы можете, конечно, писать что-то в комментариях. Вообще, ну, может быть, я не прав. Вот. Может быть, там, не знаю. Действительно, ребята правы, как бы я тут претензий там иметь к этому не буду. Но вот получилось такое вот видео. Так что на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.